От героев Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Поглети на моих бойцов Святый свет помнит их лицов Он застыл батальон в строю Снова старых друзей узнают Хоть и мне двадцати пенсии Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто врагал в Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас проснут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Не с пути свернуть Берлить Внимание! Поддушная тревога! Поддушная тревога! Матальон в атаку! Сотрудник за Сталинград! Ура! Летом 1942 года Гитлер приказал своим генералам прорваться к Волге и захватить Сталинград. Вермахт планировал разрушить городские заводы, производившие вооружение для советской армии. А самое главное – получить выход к Волге. Выйти к Волге означало разделить нашу страну на две части, оставить армию без подкрепления и нового оружия. Фашистские бомбардировщики накрыли город ковром и сбок. В городе, где жили 450 тысяч человек, не уцелело почти ни одного здания. Город представлял сплошное пожарище. Горело все, что только могло гореть. Врагу уже удалось захватить большую часть города. В городских развалинах именно наши меткие стрелки-снайперы наносили самый страшный урон врагу. Перелом в этой тяжелой, как временами казалось, в последние часы, был создан 13-й гвардейской дивизией Александра Родильцева. После переправы в Сталинград она сразу же контратаковала противника. Ее удар был совершенно неожиданным для врага. 16 сентября дивизия Александра Родильцева отбила Мамай в курган. Перечислить всех героев той битвы просто невозможно. О подвигах многих мы, увы, никогда не узнаем. Но можно точно сказать, лишь благодаря их отваге, в тех тяжелейших условиях наша армия смогла выстоять. Победа в Сталинградской битве стала переломом в ходе Великой Отечественной войны. Подарила всей стране веру в победу русского народа. А солдатам впередышку среди залпов, пушек и нескончаемых боев. Огонекчики в шестянке, дым мохорочный столбовый. Пять бойцов сидят в землянке и мечтают, кто о чем. В тишине да на покое помечтать оно не грех. Вот один боец тоскую глаз со щурь и молвил. Эх! И замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох. Вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил. Ох! Да, проклетил третий, взявшись за починку сапога. А четвертый, размещавшись, промосил в ответ. Ага. Не могу уснуть, нет мочи. Пятый уловил солдат. Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались против чар? Пахнет лето земляникой спелой. Снова реки повернули вспять. И мое сердечко прикипело к твоему. Не в силах разорвать. Пахнет лето земляникой спелой. Скоро осень загрустит опять. Ох, война! Тебе приспело уходить. А мне лишь только ждать. За боевые заслуги перед Отечеством Награждаю вас пятидневным отпуском. Домой! Ой, ребятушки, домой едем! Наплевать, наплевать, надоело воевать. Ничего не знаю, моя ката сраю. Моя ката маленькая, птичка да заваренька. Затова не котенная, а злая знакомная. Я... Ты народ, и я народ. А мне дома милка ждет. Пусть я ее родимую приеду за ней терапию. Слава тебе, Господи, кто стрелет, кто сытит. Я своей дамилушки чудо-то ставлю силушки. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь до хаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!